Бродяжничество на улицах – одна из основных проблем современного общества. Хасавюрт, как один из экономически важных городов республики, также испытывает рад сложности по этой причине. Именно тема попрошайничества на улицах стала поводом в круглого стола, прошедшего в объединенной редакции газеты «Дружба». Непосредственными участниками собрания стали сотрудники правоохранительных органов, работники социальных служб, организаций и ведомств. Приступая к обсуждению вопроса, первый выступил председатель Совета ветеранов Великой Отечественной войны Нажмудин Залимханов. В своей речи отметил, что большой поток мигрантов из стран Средней Азии усложнили ситуацию на улицах города по причине того, что женщины наряду с детьми занимаются попрошайничеством. Я в разных городах, в Адагестане, такого, как Хасавюрт, я еще не видел. Кого толку здесь нет. И вьетнамцы здесь, и китайцы здесь, и Азербайджане здесь, и таджики здесь, и киргизы здесь. И в домах они проживают, дома целиком нанимают. Теперь, по-моему, надо взяться, выявлять, конечно, это обязанность полиции, составлять материалы, передать в суд. А судом их выдворяет специальная статья из Кодекса водных и промышленных, выдворение по пределу Российской Федерации иностранных граждан и лиц. Кроме того, как отметили представители правоохранительных органов, ведется работа по пресечению фиктивной регистрации найма жилья нелегалами. Старший инспектор отдела по вопросам миграции Зарима Чонтукова обозначила, что регулярно ведется работа в данном направлении. На 01-е было составлено 03-72 административных протоколов по работу, сбору административных материалов. Также продолжается из них по 18-8, часть 1-1-62 и по статье 20-25, часть 30-10 правонарушений. И также было наложено административных штрафов на сумму 160 тысяч рублей. Выдворено иностранных граждан 72 из них в форме самостоятельного выезда 34 и в форме природительного 38, в том числе граждане Республики Витра 35, Таджикистан 14, Азербайджан 11, Азербайджан 21 и гражданин Республики Киргизия. Да, один человек. В продолжении собрания присутствующие подчеркнули, что необходимо вести совместную работу в целях достижения стабилизации сложившейся ситуации, по причине которой, помимо нелегального пребывания, иностранцы в местах проживания нарушают правила санитарных норм и общественного порядка. Продолжение следует...